Музыка Пока слушал, как благословляли детей, пришла такая мысль. Хорошо ли такое понятие, как суд? Вот, однозначно сказать сложно, поэтому дальше вопрос. Пришло время начаться суду с Дома Божьего. Хорошо это или плохо? Хорошо. А как вы это представляете себе? Хорошо, начаться суду с Дома Божьего. Для меня это такая картинка, когда сидишь в школе, в классе, и тут спрашивают какое-нибудь домашнее задание. Вот то, кого первого спрашивают, это вот церковь как раз. Потому что именно сейчас такое время наступило, когда мы с вами первые сдаем экзамены всего человечества. И именно того, что сейчас вы, может, смотрите на себя, на свою жизнь, либо на своих соседей, и не понимаете, почему все настолько начинает трещать по швам. На самом деле это показатель того, что вы являетесь частью этого народа, и то, что именно тогда, когда вы пройдете этот экзамен, его начнут сдавать другие, и вы будете теми, на кого будут смотреть. Поэтому пусть вас вдохновляет то, что вы проходите через какие-то сложности, опасности, еще что ли, это не должно вас никак смущать. Смущать. Спасибо. Это наша молодежь, если что-то. Кто хочет из нас расти, развиваться, становиться сильнее, независимо от возраста? Спасибо. Все. Знаете ли вы, что для этого нужно делать? Есть правильный ответ — искать Господа, а есть другой ответ, который у меня. Это мое мнение, возможно, оно ошибочное, но я им поделюсь. В том, что каждый человек начинает развиваться тогда, когда у него возникают некоторые вопросы или сложности, или трудности, ну, назовем это ответственностью. Когда человек берет на себя какую-то дополнительную ответственность, он встречается с тем, чего он раньше не знал, либо то, к чему он, может быть, не готов. Но именно это производит в нем силы или желание измениться, преобразиться, стать другим для того, чтобы решить тот вопрос, который перед ним стал. Конечно, можно взять ответственности слишком много, родить сразу 16 детей и думать о том, как же я буду с ними справляться. Но когда никто не готов к детям, когда вы спрашиваете у пары, хотят ли они, они говорят, конечно, да, но они не знают, что это такое. Но только постепенно, когда рождаются дети, ты начинаешь понимать, что это, как это, с чем это едят и как с этим вообще быть. У моего двоюродного брата на этой неделе родился восьмой. Бог пусть благословит его. К чему я это все говорю? К тому, что сразу ответственности много, брать нельзя. Ну и не брать ее вообще, говорит о том, что мы с вами не будем развиваться. Как много в церкви людей, которые берут на себя очень много ответственности. А знаете почему? Потому что другие ее не берут. Очень много вопросов и возможностей есть вокруг нас. Если мы хотим развиваться в финансовой сфере, можно брать ответственность здесь, можно брать за кого-то ответственность и начинать в этом расти, быть в этом постоянной. У меня, конечно, много примеров в голове, я не очень хочу им сейчас делиться. Но что такое вообще ответственность? Я посмотрел в словаре, там написано, это необходимость, обязанность отдавать кому-нибудь отчет в своих действиях и поступках. По-разному можно, конечно, отнестись к слову ответственности. Кого-то привлекают к ответственности, а кто-то берет на себя ответственность. Так вот, для меня это слово, оно раньше как-то вызывало некую такую, может быть, боязнь или осторожность того, что я не хотел на себя брать много ответственности. Но постепенно, так, по чуть-чуть, по чуть-чуть, я смотрю, вроде как уже чувствую себя чуть более ответственным, чем я был. А есть рядом люди, которые мне говорят, я бегу от ответственности. Я такой, а почему ты от нее бежишь? Он говорит, ну потому что не хочу. И с одной стороны, можно понять этих людей, потому что они хотят чувствовать себя свободными, они хотят делать только тогда, когда у них есть вдохновение или чувство что-либо делать. Но когда у них нет вдохновения, именно ответственность поможет тебе сделать то, за что ты взялся. В Матфея 12 главе 36 стихе говорится о том, что каждый из нас на суде даст ответ за праздные слова. Это тоже очень важный момент о том, что у нас есть ответственность от Господа, как у Божьего народа, в своих словах. Следим ли мы за тем, что и о чем мы говорим? Провозглашаем ли мы жизнь, провозглашаем ли мы смерть, провозглашаем ли мы то, что у нас вдруг там появилось? Эмоция какая-то, гнев или что-то другое? Подведу итог. Те, кто хотят расти, берите ответственность. Те, кто не хотят расти, смотрите, как другие берут ответственность. Ну и по поводу финансов. У нас есть внутренние ощущения, чувствования, но мы знаем, что чем больше мы начинаем отдавать, тем больше у нас становится. Как бы это физически не выглядело, но именно это делает нас глубже и больше. И потом удивительно, почему-то какой-то человек вырывается вперед, и у него становится много. Мне нравится это, потому что живые люди, это Женевева как раз одна из тех, кто жертвует много, и у нее сердце очень большое. Поэтому берите с нее пример, и все вместе будем славить Господа нашими финансами. Дорогой отец, спасибо тебе большое за то, что ты никогда нас не покидаешь, и ты даешь нам пройти, и ты не даешь нам сверх сил. Спасибо за то, что ты даешь нам выбор, и ты нас не заставляешь. Ты даешь нам идти в том темпе, в котором мы хотим. Хотим мы ползти или хотим мы спать, ты нас оставляешь и даешь нам возможность. Но я также верю, что ты хочешь нас вдохновить на то, чтобы мы брали больше, бежали дальше, и чтобы мы могли вести за собой народ, чтобы мы не боялись каких-то трудностей, чтобы мы не боялись ошибок, чтобы мы не боялись тех вещей, которые могут перед нами возникать. Спасибо тебе, Господь, за все. Аминь. Извиняюсь, еще одна фраза. Очень важный момент. Я об этом уже говорил, но напомню. Когда мы берем ответственность, или точнее, почему мы ее не берем, одна из ошибок или страха о том, что мы боимся ошибиться, мы боимся что-то не довести до конца, и поэтому не берем ответственность. Потому что вдруг я возьмусь и не доделаю. Так вот, знаете, практически никто не знает, как доделывать, но люди берут, делают и доводят до конца. И давайте мы с вами не будем бояться ошибок, потому что именно из ошибок состоит наш путь. Мы делаем работу над ошибками, и без ошибок мы не сможем достигать тех результатов, которые у нас будут. Поэтому давайте вместе брать ответственность, двигаться вперед и не бояться ошибок. Аминь. Когда ты придешь, на весы положишь мою душу, и кто строит дом и основание его. Когда ты придешь, мое дело сразу обнаружишь, потому что твой огонь испытает его. И кто строит дом на основании твоем, то и дело его стоит. А кто строит дом на основании своем, то и дело его сгорит. И кто строит. И кто строит дом на основании твоем, то и дело его сгорит. Найди меня, верный Бог. Найди меня, верный Бог. Найди меня, верный Бог. Внутри меня огонь горит. Найди меня, верный Бог. Найди меня, верный Бог. Найди меня, верный Бог, Внутри меня огонь горит. Найди меня, верный Бог, Найди меня, верный Бог, Твой огонь меня не опалит. Когда ты придешь, На весы положишь мою душу, Дай мне быть тяжелым, А не пустым. Когда ты придешь, И мои мотивы обнаружишь, Пусть они сияют огнем праведным. Найди меня, верный Бог, Найди меня, верный Бог, Внутри меня огонь горит. Найди меня, верный Бог, 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 Внутри меня огонь горит. Найди меня, верный Бог, Найди меня, верный Бог, Твой огонь горит. Найди меня, верный Бог, Найди меня, верный Бог, Дай мне гореть Тобой, пусть мое сердце горит, Твой огонь, огонь не опалит. Дай мне гореть Тобой, пусть мое сердце горит, Ведь огонь, огонь не опалит. Дай мне гореть Тобой, пусть мое сердце горит, Твой огонь, огонь не опалит. Дай мне гореть Тобой, пусть мое сердце горит, Твой огонь, огонь не опалит. Найди меня, верный Бог, Найди меня, верный Бог, Внутри меня огонь горит. Найди меня, верный Бог, Найди меня, верный Бог, Твой огонь меня не опалит. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok